Теремок ТВ Караул! Кошмар! Привет, дети! Все пропало! Привет, Бода! Что случилось? Сезон сериала заканчивается, а у нас еще квантовая механика не пройдена. Решено! Сегодня буду вас учить сразу двум буквам. С и Щ. Мы не запомним сразу две буквы. Без паники. Вам поможет новый Бода-метод «Одновременное изучение» называется. Сложим буквы и изучим их одновременно. Вот так примерно. То есть примерно вот так, понемножку под углом, вот так. В общем, вы поняли, как складывать буквы? Переходим к словам. Какие есть слова на С и Щ? Цветок. Щетка. А если сложить их вместе, что получится? Цветащетка. Правильно. Полная ерунда получится. А поэтому мы переходим к другому Бода-методу. Параллельное обучение. Итак, дети. Буква Щ используется для щипящего звука Щ, который можно услышать в слове Щ. Бода, ничего непонятного. Я говорю. На Ц начинается слово «Царь». На букву Щ, Щ. Царь ест Щ. Чего ж непонятного-то? Все непонятно. Я царь, а ем какие-то Си. Хочу... Еще щетка есть. Будешь? Нет, спасибо. Я уже осень полюбил Си. Бода, зачем ты царя обидел? Давай угостим его щербетом. Он тоже на букву Щ. Вы тут с царем цацкаетесь, а у нас урок заканчивается. Срочно переходим к ускоренному Бода-методу. Чтобы быстро запомнить буквы Ц и Щ, есть скороговорки. Щенок за обе щеки уплетает Щ и Щ, велец цыган сказал Ц, если цыпленок встал на цыпочке. А еще на Ц и Щ начинаются слова «Цирк» и «Щука». Бода, пожалуйста, помедленней. Я вам показал слова «Цирк», «Цыпленок», «Щенок» и «Щука», которые начинаются на Щ и «Ц». Мы запутались, что на что начинается. Пора прибегнуть к самому проверенному методу. Домашнее задание называется. Ну-ка, расставьте первые буквы в этих словах, а я пойду к уроку по квантовой механике подготовлюсь. Это щука. Она начинается с буквы Щ. А это цырк с буквы С. Цыпленок тоже с С. А щенок с Щ. Готово, Бода. Неплохо я вас научил быстро учиться. Все, переходим к квантовой механике. Бода, но еще пять букв осталось. А вы их разве еще не выучили? Неа. Тогда мы представим их квантами в ящике кота Шрёдингера. И таким образом опровергнем Пуанкаре. И мы опять тебя не понимаем. Да что ж тут непонятного. Учиться, говорю, нужно медленно и постепенно. Сперва буквы выучить, а уж потом о квантах думать. Все, дети, урок окончен. Пока, Бода. Пока, дети. Ишь им сразу геноэпит... Эпу, эпигенетику подавай. А я им говорю, пока алфавит не выучите, ни про какую молекулярную биологию рассказывать не буду. Да прям так и сказал. Никакой астрофизики. Ну, тоже мне ученики. Аксюмороны Привет, Бода. А что это ты делаешь? Привет, дети. Разве не видите? Я спешу. Надо все успеть к Новому году. Тогда почему же ты лежишь? Эх, чтобы все успеть, надо спешить медленно. Вот так. Бода, спешить медленно – это такое выражение. Оно называется аксюморон. Что еще за аксюморон? Аксюморон – это сочетание слов с противоположным значением. Некоторые из них стали устойчивыми выражениями. Например, спешить медленно означает все делать быстро. Но без туеты. И тогда все успеешь. Или ужасно красивый. Это означает очень красивый. Как раз собирался научить вас, как устроить аксюморительный Новый год. Чтобы уж наверняка запомнился. Здорово! Начнем с ужасно красивой елки. Вот, удивительно прекрасная уродина. Последнюю ухватил. Может быть, нарядим ее обычными чудесными игрушками? Эти игрушки недостаточно аксюморонистые. Эть, оп, оп, оп. Что ты делаешь, Бода? Для нашего аксюморончатого праздника нужны идеальные квадратные шарики, прозрачные, как деревяшка. А лучшее угощение – горькие сладости и горячее аксюмороженое. Знаешь, Бода, пожалуй, ты уже достаточно аксюморительно подготовился. Давай просто повесим гирлянды и положим подарки под елку. Точно! Подарки! Подарки! Что это за бумажки, Бода? Это цены! На аксюморонном празднике все подарки платные. И чуть не забыл – яркое праздничное затемнение! Видите, мы опоздали как раз вовремя. Пойдемте скорее тихо пошумим хлопушками. Вот такое у нас аксюморительное грустное веселье! Бода! Кажется, морфикам не нравится такой праздник. Потому что аксюморон – это не когда ты специально выдумываешь удивительные вещи, а когда ты описываешь обыкновенные вещи удивительным образом. Как, например, обжигающий холод. Помогите, горю! Нет, Бода, ты не горишь. Обжигающий холод – это такой аксюмора. Вот, согрейся. Я с вами уже на аксюмом моронился. Давайте что-нибудь привычное посочетаем. Вот, например, чай прекрасно сочетается с вареньем. А впереди еще Старый Новый Год. Это Новый Год по старому календарю. Можно провести его не так аксюморительно. Старый, Новый, Новый, Старый. Вы меня совсем запутали. Видите, как я вас научил ненаучаемому? Буква и краткая. Урока не будет. Бедный Бод, что случилось? Урок отменяется. Почему? Я собирался вам рассказать про букву и краткое, а оказалось, что ее не существует. Так вот же она. Ай, вы не понимаете. На букву Е начинается слово Йети. Кто такой Йети? Йети – это снежный человек, вымышленное существо. Вот, я и говорю. Йети не существует. Значит, и краткого не существует. Ну и что, что снежных людей не бывает. Буква и краткая все равно существует. И на нее начинается много других слов. Каких таких слов? Назовите ей хоть одно. Ну и краткое начинается слово ЙОП. Существует! Спасибо, дружище, что спас урок. И краткое. И краткое. Йоги – это слишком запутанно. Пусть йога тоже не существует. На и краткое есть слово Йодель. Особая манера пения. Сейчас проверим этот ваш Йодель-шмодель. От вашего Йоделя у морфиков замешательство. Все, запрещаем Йодель. Есть у вас там еще что-то на и краткое? Не такое пугательно громкое. Йоркшир. Графство в Англии. В Йоркшире я не был. Йеллоу Стоун. Супер-вулкан. Боно супер. Вулкан не супер. Йена. Деньги в Японии. У Йены курс к бодорубам не соленый. Я больше не знаю слов на и краткое. Я тоже. Как я забыла йогурт. Скажете тоже, йогурт есть. Нету йогурта. Но ты же его только что съел. Какая теперь разница? Если и краткого не существует, то и алфавита не существует. А раз алфавита не существует, то и меня не существует. А вы мне йогурта пожалели. Прощайте. Йода, не исчезай. Ты же самый лучший учитель. Самый бородатый. Смотрите, в словах есть буква Е. Она существует. Говорите мне, говорите. Какой я? Рыжий. Красивый. Замечательный. Смешной. Хорошо же я вас научил. Кто здесь самый-самый на и краткое? Поучу еще. Это буква и краткое. И на нее начинаются слова йогурт, йога, йодль, йети. И все они существуют. Бода, но йети не существуют. Ай, запутали вы меня. Сами разбирайтесь, кто существует, а кто нет. А мы с йети пойдем чай пить. Я тебе так скажу, йети. Быть там или не быть, вот в чем вопрос. Ты, кстати, чем не бреешься? Я всем не бреюсь. А ты... Разные языки. Привет, Бода. Ты говоришь по-китайски? Ой, я по-китайски? А, конечно, я говорю по-китайски. Я сказал, какая сегодня хорошая погода. Нет, ты сказал, привет, дети. Сегодня я покажу вам иероглиф чай. Странная какая-то буква. Это китайский иероглиф. В отличие от букв, иероглифы могут обозначать целые слова. Этот иероглиф означает чай. А что это вы тут-то за разливалки устроили? Морфики проводят чайную церемонию. В Китае существуют древние традиции чаепития. Э, ишь, с чаем церемониться. У нас сейчас урок по традиции. Хе-хе. Намастэ, бачу. Адз, мэ, апку. Сикхаунга, акшарча. Бода, а теперь ты говоришь на хинди и показываешь букву Че. С нее начинается слово чай. Какой же это чай, когда это что-то белое и непонятное? И немедленно прекратите это ваших хинди. В Индии чай часто готовят с молоком и специями. В Индии часто с молоком. А у нас сейчас непрерывно урок. Теперь ты перешел на английский. А это английское «ти». Звучит похоже на слово «ти», то есть чай. В Англии чай принято пить в пять часов вечера с бисквитами. Вам что, не покажи, везде чай мерещится. Сконцентрируйтесь. Сейчас я найду вам правильный чай. Путай правильную букву. Так, дети, отвернитесь. Вам такое смотреть рано. Бода – это буквы из разных алфавитов. В мире тысячи языков. Это греческая буква, это еврейская, а вот арабская. Тысяча языков, говорите? Хм, хамэпыр парапумко. Бода, мы тебя не понимаем. Хе-хе, потому что дети. Я придумал новый язык. Бодо-яз. И сейчас буду ему вас учить. Учитесь. Это жмыхпа. А это... Грибот. А это... Кирдук. Кирбан-пасхур. Амурфики бобокосят бобокос. Ни слова больше. Кукурук. Бода, невозможно взять и придумать новый язык. Язык создается целым народом, тысячелетиями. Посмотри, что ты наделал. Не выношу, когда кукурук плачет. Дети, быстро найдите мне понятные буквы. Смотри, вот русские буквы. А наш алфавит называется кириллица. Привет, дети. Сегодня я покажу вам букву Ч. На нее начинается слово чай. Спасибо, Бода. You are very welcome, kids. Бода, ты опять потерял русские буквы? Нет, дети. Я просто пью чай. Ну, я как будто бы весь такой англичанин. Потому что она начинается кто-то потому, что она нужна. Бhei, что это ложная ложка. Субтитры подогнал «Симон»